Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, я закончил сегодня первую часть книги «Векторное кольцо. Стратегическое мышление». Очень доволен этим фактом. Получилось, мне кажется, неплохо. И у меня сейчас время для того, чтобы я ответил на ваши вопросы. Их пришло очень много. Ну, и после этого опять вернусь к работе. Что ж, сейчас будем отвечать на вопросы. Как переучить свой мозг от абьюзерского отношения со стороны мужчин? Так и тянет к мудакам. Ну что, вопрос с подвохом, потому что, когда женщину тянет к мужчинам, которые способны вести себя как-то некрасиво, агрессивно и так далее, это говорит о наличии каких-то психологических комплексов, которые таким образом отыгрываются. И здесь нужно разобраться, что в вас тянет. С другой стороны, я бы здесь рекомендовал, прежде всего, понять, что такое ваша собственная жизнь и как вы можете сделать ее автономной, самостоятельной. Дело в том, что сейчас отношения между партнерами – это вещь очень непростая. И нужно всегда быть готовым к тому, что отношения могут прерваться. И вот внутреннее спокойствие за себя. Вы знаете, кто вы, что вы. У вас есть ресурсы для жизни. Вот это самое главное. И дальше вы можете уже выбирать. Вопрос от Виктории. Как перестать заедать стресс? Как отключить автопилот? Как ловить себя в моменте? Ну что ж, вы сами очень хорошо определили проблему. Стресс – это такая вещь, которая изменяет состояние внутренних органов. И когда мы заедаем стресс, мы, по большому счету, снижаем активность симпатического отдела геетативной нервной системы, что позволяет нам действительно почувствовать себя легче, лучше. То есть, по сути, делает такой антидепрессант. То есть, вы набиваете желудок, к нему оттекает кровь, она оттекает от сердца, от головы, от мышц. И вы чувствуете себя более спокойно. Но вы ответили на свой собственный вопрос. Бороться надо не с перееданием. Нужно понять, что за стресс, выявить его причины. И обязательно, вот в этих компульсивные моменты, применять техники, которые позволяют со стрессом справиться. Для вас рекомендую курс «Шаг за шагом». Скоро в рамках открытых дверей сможете протестировать. Вопрос от Мэри. Как научиться спокойно реагировать на неадекватное поведение посторонних людей, агрессивный взгляд, грубое или невежливое поведение? Если не получается следовать совету, не обращая внимания. Дорогая Мэри, вы, видимо, относитесь к типу таких очень сенситивных, чувствительных людей, которые, ну, зеркальных нейронов в голове много, и они действительно очень ярко реагируют на проявления вот такие негативные со стороны других людей. Это ваша психологическая особенность. Ну, как с этим бороться? Прежде всего, это такая внутренняя позиция принятия. Наше раздражение в основе своей – это требования. Мы ожидаем от других людей, и, наверное, законно, что они должны быть вежливыми, культурными и так далее. Но, к сожалению, люди такие, какие они есть. И, ну, надо их принять. Возлюбить ближнего, понимаете, милого и прекрасного – это много ума не надо. А возлюбить хама – это, в общем, духовный, так сказать, труд. Вам его и рекомендую. Вопрос от Нади. Могу ли я сама себе стать психотерапевтом? Дорогая Надина, ну, я бы не рекомендовал. Значит, дело в том, что психотерапевт – это действительно серьезная профессия, сложная. Она требует большого образования. Она требует понимания самых разных психических расстройств и так далее. Медицинского образования психотерапевт на самом деле должен быть. Вот, поэтому ради того, чтобы самому себе стать психотерапевтом, ну, это слишком долгий путь. С другой стороны, есть такое понятие, я его в свое время ввел, называется психологическая культура. Да, физкультура есть, да, а есть психологическая культура. Когда мы занимаемся своим собственным душевным психологическим состоянием, учимся справляться со стрессом, учимся понимать других людей, учимся правильно с ними взаимодействовать, учимся достигать своих целей, учимся понимать собственные чувства. Вот, собственно говоря, этому я и обучаю все время. В этом смысле можно. Вопрос от Александра. Можно ли детей заставлять учиться? Ну, я так скажу. Не то, что можно, нужно. Раньше и общество, и культура, вообще мультики, все, в общем, идеология, она вся была учиться, учиться и учиться. И это давление на ребенка производилось со всех сторон. Первокласска, первоклассник, у тебя сегодня праздник. Сейчас, кроме родителей, никто не будет заниматься обучением наших детей. Все, я прошу прощения, на это плевали. Поэтому нужно заставлять. Это правда. Другое дело, как это сделать? Как добиться того, чтобы вы создавали условия, при которых ребенок хочет учиться? Потому что заставлять – это бороться. Бороться – это натыкаться на препятствия. Задача – создать условия. У нас есть специальный курс «Счастливые родители». В рамках открытых дверей вы сможете посмотреть это занятие, где мы рассказываем, как это делать можно и нужно. Вопрос от Сергея. Как перестать бояться отношений? Хороший вопрос от Сергея. Действительно, сейчас очень многие переживают из-за того, вступают ли в отношения, заводить ли отношения, быть ли в отношениях и так далее. Меняется вообще структура брачных отношений. Вообще очень сильно изменился мир. Мы вообще все больше и больше становимся одиночками. И я предложу ответ такой. Может быть, он покажется странным, но вот я в него верю. Раньше мы всегда, строя отношения, загадывали на долгие годы вперед. Я предлагаю сейчас строить отношения, исходя из того, что вот мы здесь, сейчас, и мы делаем эти отношения. Мы делаем друг другу хорошо. Мы радуем друг друга. Мы вместе радуемся. И вот такой подход и здесь, и сейчас, куда-то туда, в будущее, он не пугает. И вы вполне можете построить крепкие и долгие отношения. Вопрос от Виктории. Были ли у вас творческие кризисы, чем занимали себя в такой период времени? Ну что ж, немножко личный такой вопрос. Ну, конечно, бывали творческие кризисы. Я не думаю, что я занимаюсь творчеством, я занимаюсь интеллектуальной деятельностью, но даже в ней случаются творческие кризисы. И связано это, как правило, с тем, что ты подходишь, исчерпал, по сути дела, тему, которую ты перед этим разрабатывал. То есть вот я изучал психотерапию, практиковал психотерапию, потом написал психотерапию. В общем, тема практически была исчерпана. И дальше, собственно говоря, нужно было искать новые темы. И я что в этом делаю? Я читаю много-много книг в поисках какой-то идеи, которая заставит меня удивиться и начать про это думать. И постепенно наворачиваешь опять практику, и получается новая интересная тема.